всем привет еще раз у нас сегодня потрясающая погода весна днем вообще было очень тепло у меня сейчас камера трясется я хочу себе купить такой стабилизатор для того чтобы нормально снимать пока трясется камера не могу очень прекраснейшая погода солнышко уже весна весна уже жду когда сниму себя все эти куртки ненужные вещи и будет тепло вот я иду за сыном пешком решила что пока тепло нужно пользоваться моментом и гулять ну пока только так получается всем доброе утро мы приехали смотреть участки смотрите какая красота вокруг горы ты бетон залил здесь на этой площадке вот отсюда еще бетон залил здесь немного ступенька нет бетон не вариант поэтому либо камни вложат либо габионы то что они играть могут слушай мы с тобой в общем мы приехали смотреть участки горной местности как мы и планировали вот поэтому я хожу в галошах тут слякать и у меня все руки вон и сцарапаны так что это конечно испытание не для девочек вот еще все таки знаете чем хорош участок в горах это тем что классный чистый воздух здесь прохладно летом здесь теплее потому что солнце нагревает в общем очень круто вот поэтому там пока мужчины меряют все замеряют я тут хожу смотрю соседи всякие разные как у них дома построены очень прикольно у меня даже листья сюда залезли дома идут все террасы то есть мы на горе гора продолжается вверх у каждого такого участка есть дома выше вот и также ниже там дорога и вот они спускаются но в основном короче конечно тут дачи но все равно люди уже строят я вам покажу огромнейшие особняки в горах и живут такие вот дела ну есть иду тоже смотрите у меня какой лук красивый в общем сижу я в машине они там уходят измеряют все я уже устала вообще ненавижу такие моменты когда я вообще ничего не понимаю и мне вообще ничего не понятно что они тут делают поэтому я просто села сижу вот жду так скажем только что ходила выбрасывать мусор на улице ну прям весна я спортивные что на кроссовках прям вообще супер так что начинаем гулять активненько я взяла колу и дела чуба чуб с мироши потому что хочется меня стопудов попросит вот иногда ему даем такие вещи иногда частенько конечно бывает слабинку даю и покупаю ему вот так что такие дела у нас сегодня муж готовил ужин я только приготовила картошку по-деревенски это она еще сейчас готовится все остальное делал муж два блюда в общем на готовили на неделю можно сказать поэтому будем кушать всю неделю мясо которое я заказывала с арбуза кстати очень неплохое мясо мне попробовала вкусное и по цене конечно отличается от рыночной но нужно учитывать что тебе привозят это на дом поднимают на этаж который тебе нужно и вот так на сегодня воскресенье такой дождливый пасмурный денек просто сейчас мы включили свет такое ощущение куда сейчас 5 часов вечера хотя только 12 дня вот я сделала маску глиняную смятой и лежу поставила стирку в общем сегодня день ничего не делание потому что вчера муж наготовил еды на неделю вперед вот поэтому мы сегодня ничего не будем делать мироша тут играет ходит я вообще с ней хотелось ходить с ним погулять но как обычно погода подвела на 4 градуса на улице я не очень хочу выходить вот поэтому а так мы всю зиму сидели дома и не высовывались на улицу поэтому мне кажется вчера вообще идеально можно было погулять но мы этого не сделали в общем я пользуюсь тем что ребенок спит и тоже лежу отдыхаю залипаю в тиктоке в общем потому что ничего больше мне делать очень хочу чего-нибудь вкусненького не знаю а я сама не могу понять чего бывает у вас такое что вы что-то хотите но не можете понять что именно вот у меня такое было частенько особенно когда я часто на точнее никогда я часто когда некоторое определенное время я сижу на такой домашней еде и потом мне именно хочется чего-то такого пикантного типа как корейских салатов не знаю может что-то такое вот сейчас у меня закончилась стирка последняя сегодня и все больше у меня не будет стирка у нас эмма гуляет хотели и опять свести но не получилось вот уже не знаю когда летом или когда получится чтобы она получиться и свести и она родила котят в общем мой муж уехал уехал к другу он кстати мы уже полгода живем в квартире он до сих пор не может привыкнуть к вот этому замкнутом пространству ему все время нужно что-то делать куда-то идти в общем он не может просто отдыхать как я я могу лежать целый день и ничего не делать он так не может ему предлагалось ездить погулять такая мерзкая погода вот он вечно нарывается куда-то съездить типа гостей знаете я так не люблю у меня есть свое личное пространство которое я обычно не люблю когда там сильно много людей в нем вот мне хватит там два раза посетить каких-нибудь гостей и либо чтобы к нам кто-то и так далее потому что мне этого хватает я очень много общаюсь с людьми на работе и выходные хочу просто отдохнуть одна либо там семьей но я тоже не могу сидеть дома особенно летом весной когда хорошая погода хочется пойти куда-то погулять мне что брови какие-то странные хочется пойти куда-то погулять не знаю сходить там в парк торговый центр что-то еще сейчас пока погода еще не располагает вообще никуда идти не хочется поэтому я одна мироша спит я тоже лежу валяюсь чего не делаю так вот кстати мироша у нас спит уже две недели своей комнате один но последние три дня последние два дня точнее он засыпает здесь он хочет спать с папой поэтому засыпать здесь остается тоже здесь вот а так у него пока он просыпается где-то в четыре часа и уже утром то есть за ночь один раз и потом утром по крайней мере это не три раза и я этим пока довольно вот конечно идеал это всю ночь и сам засыпать своей комнате вот но не знаю когда я этого к этому приду потому что все делается через лень вот а как я сильно устаю на работе бывает я вообще мне лень чего-либо делать я просто прихожу и ложусь спать почти вот все ребенок проснулся сон закончен лежу на его кровати все мокрое здесь вспотел немного вот сейчас дома у нас так темно кстати на самом деле не кажется как будто уже ночь вечер на че только ну да уже вечер 5 часов но все равно вот я заказала доставку сейчас приедет на самом деле это ужасное чувство когда ты что-то хочешь но не знаешь что хочешь и тебя распирает я знаете я уже сколько не добавляла вещей в корзину я сначала хотела мак потом добавила потом убрала потом хотела что случилось популять что мыть что знаю что это такое вот потом добавила там еще другие бургеры потом добавила корейскую кухню в корзину в общем все добавляла все оттуда убирала и в конечном счету заказала суши я хотела вам показать качество вещей вайкики я там редко что-то беру такое прям суперская на выход обычно берут что садик с расчетом на то что он там замарает у нас катается и так далее так вот вот эти вот кофты я брала год назад при том что он их нас таскал очень часто и сейчас он их таскает очень часто это пятна от утюга и сейчас я капнула смотрите рисунок только-только начинает так вот я не знаю что это он делает здесь но все это время он сохранился в таком виде нормальным ткань вообще не скаталась вот нужно заметить и надпись тоже еще здесь были пятна от чего-то там непонятного в общем он что-то поел садике я это удалила мылом которое с фикс прайсом так что очень тут это уже замаралась сейчас водой так что есть коллекции которые просто шикарного качества не вот это тому доказательство и еще одна кофта из этой же серии было две поэтому здесь тоже были пятна я их вывела вывела вот этим мылом и тоже посмотрите как сохранился рисунок но это не печать это вот я не знаю что это такое в общем если здесь эта наклейка то тут нет очень классно я это оставлю обязательно я оставляю вещи только хорошие второму ребенку те которые как бы очень будет не стыдно одевать ему вот и это я конечно же оставлю потому что уже ему начинает маленького то остановиться все поэтому он доносит этот сезон и все это тоже кстати это мазаркея убрали в прошлом году когда осенью наверное да мы брали в прошлом году осенью и вот сейчас он ее дотаскивает ему уже почти мало но как удобно такие кофточки под свитера какие-то или еще что-то она тоже не вытягивала не покрылась всякими катышками вот пожалуйста уж тут тоже очень хороший бренд вот но по сравнению свои какие конечно на два раза дороже кухты здесь стоит тоже это все оставлю в общем но в этот раз быстро ну водитель смысле доставщик он был очень наглый поэтому что-то как-то вообще не очень будем с мирошу пробовать и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кучу игрушек принесли DimaTorzok ДimaTorzok DimaTorzok 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 DimaTorzok